всем добрый вечер с вами марафон анатомия стройности и он подходит уже концу мы два месяца занимались активно и вишнка на торте наша зольфира и стилист и партнера томи и хочется сегодня послушать ее лекцию о стиле и о том как подбирать одежду по фигуре зольфира тебе слово спасибо всех рада приветствовать всем здравствуйте спасибо микки что предоставил мне такую возможность поделиться своими знаниями в стиле я относительно недавно прошла обучение и сейчас активно практикуюсь недавно обучилась у украинского стилиста и как бы из этих знаний у меня какая-то своя база уже тоже появилась все это очень интересно и сегодня я хотела бы вам немножко раскрыть тему как правильно скажем так корректировать фигуры на самом деле когда вот мы работа сегодня мы разберем наверное скорее типы фигуры как работать с разными типами фигурами как правильно их подчеркивать их достоинства и где-то скрывать недостатки но скорее всего я бы хотела сказать вот исходя из того из тех знаний которые получила мне очень нравится что сейчас все вообще очень положительно вообще начали относиться к своему телу принимать его таким какой какое оно есть любить себя такой какая ты есть не важно в скольких это килограммах да грубо говоря но это на самом деле очень здорово потому что это дает нам вообще представление того что стиль это не только вот просто для худышек и для каких-то фото супермоделей стиль это про нас про про нас какие мы какие мы на данный момент с нашими индивидуальными фигурами с нашими вообще взглядами вообще с нашим образом жизни поэтому вот это такое небольшое предисловие но я уверена что мы все девочки одежду красивую шоппинги мы все в принципе изначально любим всегда любили всегда наряжались украшались просто в данном случае когда мы говорим коррекция фигуры это означает просто чтобы выгодно подчеркнуть свою фигуру подобрать правильные вещи чтобы мы могли блистать на все сто процентов например одна и та же одежда на на мне и на моей подруге скажем так может смотреться вообще по-разному даже если мы в одной весовой категории просто потому что мы обладаем совсем разными типами фигур здесь важно 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 понимать что нет каких-то ограничений есть определенные правила но если вас они смущают каким-то образом если они задевают по вашему мнению вашу индивидуальность вы конечно можете жить вне этих правил носить ту одежду которая вам нравится носить ту одежду в которой вы чувствуете себя комфортно звездой ну и вообще с собой вот это есть правиль ну как бы самое правильное да что поэтому и есть такое понимание что мы не всегда вот нужно прям слепо следовать за трендами потому что их бывает пятьдесят на один сезон и смысла нет вообще бежать за ними все скупать и как-то нерационально относиться к своему бюджету ну и вообще в принципе создавать гардеробный шум да потому что на самом деле очень много вещей это особенно те которые мы не носим которые мы храним на случай когда случится свадьба сына на случай когда я похудею на случай авось мне пригодится и ну то есть вот как бы вот такие вот неразумные да наши вот поступки это покупки имею ввиду это вот все из-за того что он где-то где-то на нам не достает именно теории да как правильно шопиться и что делать вот как раз об этом мы сегодня можем формате дружеской беседы перри поговорить итак начнем по типам фигуры и способов их коррекции можно за фиры я скажу технический момент если кому-то мелко то вы можете увеличить пальчиками экран это будет погруппнее следующий слайд да и вот то же самое что я уже говорила одни те же наряды могут по-разному смотреться на разных девушках просто потому что каждая девушка имеет свой тип фигуры и в общем эти фигуры а условно поделились на пять разных то есть это вот яблоко вы наверно уже слышали песочные часы прямоугольник груша и что у нас там еще было сейчас я вспомню но и груша яблоко песочные часы треугольник да и прямоугольник но я вот заведомо о том что я сама за бодипозитив я за здоровое стройное красивое дело но если допустим я помпушка особенно после родов я тоже себя 108 принимаем потому что я понимаю что тело мое большую трансформацию прошло поэтому первую очередь девочки надо научиться очень сильно себя принимать и любить потому что инстаграм сильно вот инстаграм сильно искажает реальность за фотошопленными фигурами за фотошопленными фильтрами мы к сожалению теряем свою индивидуальность и нам уже начинает казаться что мы какие-то не такие мы не сильно идеальные мы какие-то морщинистые прыщавые кожа у нас не в общем мы начинаем обесценивать полностью себя и верить какие-то картинки что я особенно не рекомендую поэтому все мы прекрасны какие мы есть и вот с этого нужно уже начинать какую-то вот более стилистическую трансформацию но это опять же таки я повторяю если только вы подумали что вам такое нужно работать над стилем до узнать что-то сделать провести какой-то шоппинг или разбор гардероба только если вы посчитали что вам это нужно потому что вот бесконечно сейчас идет какое-то давление что вам нужен шопинг вам нужен разбор вам нужен 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 то есть совершенно посторонние люди почему-то больше знают что нам нужно кроме нас здесь нужно прислушиваться к себе если вам вполне комфортно в тех образах которые вы привыкли носить вы конечно можете это делать так и вот в общем по общим признакам я уже сказала что эти на 5 типа можем подразделять наши фигуры и здесь я для вас сделала подсказку вы можете и заскринить и я могу далее вам скинуть эти слайды для сохранения как правильно определить тип своей фигуры просто взяв ленту и замерить свои параметры здесь вы уже увидите что если например объем груди вы берете и берете ленту поверх привычного бюстгальтера без пушапа на самой высокой вот точке вы будет измеряете объем груди а потом измеряете талию чуть выше пупка на самой тонкой линии и то же самое проделываем в районе бедер здесь уже у нас получается такая небольшая формула что если допустим мика можно следующий слайд и как только вы замерили вы можете уже посмотреть записать и посмотреть свои результаты и уже определить тип своей фигуры то есть если грудь и бедра примерно у вас равны по объему а далее все-таки ощутимо меньше но на сантиметров 20-30 значит ваша фигура относится к типу песочные часы а если грудь и бедра например равны по объему а далее не сильно выражена то ваша фигура относится к типу прямоугольник а если грудь меньше бедер в объеме и при видимой талии то ваш тип фигуры груша это треугольник и если грудь грудная клетка она немножко больше и при этом как бы район животика тоже до больше акценте то вы ваша фигура это тип яблока и соответственно если допустим так ноги у вас стройные да вот кстати так я плаку относится и если у вас плечи внешне вот шире бывают как у девочек которые плавают соответственно это вот уже можно сразу визуально увидеть перевернутый треугольник по сути это в принципе и с сантиметром и визуально в зеркале довольно просто можно определить и далее я вам расскажу как правильно подобрать одежду с учетом вашей индивидуальной фигуры и вообще вне зависимости какой у вас тип фигуры есть основные правила там где больше мы прячем а где меньше добавляем допустим вот у меня лично вот есть у меня допустим грудь маленькая да и соответственно я здесь добавляю в объеме там допустим блузы с рюшами или принт что визуально может увеличивать эту зону не прибегаю каким-то допустим какой-то одежде в облипку да и стремимся визуально выглядеть как песочные часы песочные часы из этих типов фигуры самая скажем так ну идеальная да и соответственно мы выбирая себе одежду образы стремимся визуально выстроить такой силуат который напоминает песочные часы и так ну и дальше здесь вот слайды более подробнее где можно рассмотреть тип фигуры груша тип фигуры груша довольно часто встречается например у дженнифер лопес тип фигуры груша и в принципе при грамотно подобранном образе фигура всегда шикарно смотрится и здесь вот задача уравновесить верхнюю часть потому что верхняя часть может быть с xs а низ будет l потому что на нижняя часть она будет всегда объемнее и вот при такой фигуре что подходит из одежды если ваш тип фигура груша то вы спокойно можете носить блузы с принтами с рюшами с валанами там где у вас будет акцент на плечи погоны что еще может быть подплечники да вот допустим некоторые стилисти даже прибегают вот к таким лайфхаком если у вас допустим обычные футболочки уже делают такие плечики то есть скрывают и все равно вы берете подплечники и подшиваете для того чтобы просто визуально сделать скорректировать эту зону и в силуэте все выровнять знаете пропорции красивые сделать соответственно вот эти вот укороченные бомберы курточки очень хорошо тоже смотрят потому что они визуально вот тоже верхний объем дают и свитера с поясом обязательно обязательно ну как бы при любом типе все-таки наталью тоже нужно делать акцент веобразный вырез он дополнительно еще и удлиняет наш подбородок он делает лицо худым да как визуально портретная зона и еще и корректирует вот эту зону так что еще можно ну и соответственно при типе фигуре груша это вот все вот допустим на верхней блузы с пайетками с декорациями в общем красивые украшения в портретной зоне все это подходит потому что создает такой красивый баланс гармонию и что не подходит конечно здесь опять же таки не категоричное правило но такая небольшая не рекомендация чтобы образ как-то гармоничнее смотрелся цветные брюки так как цветные брюки вот принты на брюках какой-то декор на брюках там пайет очная все она очень притягивает внимание именно на на зону если эта зона не является для вас проблемной то без проблем носите все что вам нравится но все же таки если вам хочется последовать рекомендации как правильно одевать фигуру груша тогда конечно избегать цветные брюки акценты на любые акценты в нижней части получается вот эти вот наши что у нас еще бывает там накладные карманы ну все вот что связано с акцентами в нижней части тела вот это про грушу если город как говоря тип фигуры песочные часы я не буду долго останавливаться это обладательницы можно сказать идеальные фигуры когда пропорции все красивые гармоничные здесь подходит все под лицу все к лицу если так сказать действительно песочные часы там все подходит единственное песочные часы и мешковатые бесформенные платья не подойдут потому что вся эта красота останется за балахонистой одеждой и все будет какое-то бесформенное если вам нравятся бесформенные скажем так платье можно их обязательно обыграть поиском красивым ремнем и акцентировать талию а так в принципе здесь подходит практически все и любой образ можно очень красиво отыграть потому что фигура сложена довольно пропорционально поэтому наверное следующий слайд если говорить про тип фигуры прямоугольник это вот такие фигурки бывают девчонки такие атлетичные атлетичного тела сложения у них такое скажем так как гимнастки они все такие пропорциональные но у них не не ярко выраженная талия и задача вот допустим подобрать при такой фигуре образы это всеми способами просто делает талию то же самое что и возможно как песочные часы но здесь нужно постоянно балансировать если мы берем объемный верх то низ тоже должен быть не стильно зауженным то есть и всегда при при всем мы стараемся акцентировать на талии и здесь я написала подсказочки что именно из одежды можно будет подбирать жакеты с акцентными плечами до середины бедра горизонтальная полоска на топах круглый вырез принты юбки брюдка киулоты в общем одежды очень много можно подобрать и главное не забывать здесь подчеркивать талию и приталенный силуэт не рекомендуется просто потому что представленный силуэт он просто дополнительно подчеркнет что талия не ярко выражена но если опять же таки условно да если вам это нравится то вы можете носить без каких-либо ограничений и правил так перевернутый треугольник это у нас вот девушки с такими широкими плечами так и соответственно здесь у нас вообще любое правило чтобы не заморачиваться все можете помнить что мы до там где не достает объема мы его даем через одежду и там где объема много мы его стараемся скрыть и здесь задача получается визуально увеличить нижнюю часть сместив акцент с верхней части здесь получается все что практически все что были какие рекомендации по груши здесь наоборот то есть мы делаем все акценты на нижнюю часть мы носим юбки допустим с баской ремни баска или там акцентные штаны принты то есть все что делает визуально получается выражение нижнюю часть это про перевернутый треугольник то есть это получается противоположность то как мы одеваем фигуру груша и здесь также да тут очень мелко но на слайдах можно посмотреть что они подходят массивные аксессуары в портретной зоне не подходят потому что они визуально будут увеличивать эту зону и притягивать внимание именно к этой зоне поэтому все что акцентируют проблемную зону ну ту которую мы корректируем мы смещаем акцент вниз то есть красивые сумки можем носить на руках допустим да смещая акценты ремни пояса что у нас еще может быть ну и разные красивые брюки юбки с разных цветов принтов в общем это вот все подходит для перевернутого треугольника все акценты вниз вот так песочные часы у нас были и и яблоко ну в основном вот насколько вот моей практике у нас в основном у девочек тип фигуры яблока он такой распространенный довольно у нас и у нас задача убрать акценты с проблемной зоны сконцентрировав внимание на достоинствах а у типа яблока очень классные ножки у них прям такие стройные классные ножички бывают ну и соответственно талия у них получается не выражена совсем грудь в основном бывает такая довольно объемная красивая но почему-то из запросов всегда у девушек такое хочу это скрыть мне надо правильно одеться и вот здесь помогает именно для яблочек такая знаете непринужденная многослойность это не означает что мы все одежда на одежде да нет это вот допустим для яблочек очень хорошо получается подходят блузы такие вот струящиеся которые не сильно обтягивают фактура ткани тоже важную роль играет допустим у них пышная грудь и для того чтобы ее как-то смягчить эти факт ткани струящиеся они как-то не сильно облегают и плавно плавные вот эти переходы создает и соответственно силуэт вот получается мягче и сверху жакеты вот эти очень красиво смотрятся и здесь получается полуприталенные силуэт нужно соблюдать для того чтобы не акцентировать зону живота и все же таки если имеется животик и это является зоной которую вы хотели бы скорректировать то конечно наверное лучше не рекомендуется да скажем так носить в облипку одежду потому что я встречала на своей практике такие запросы что девушки одевают в облипку потому что им кажется что в одежде посвободнее они наоборот кажутся больше но одежда в облипку она наоборот как бы подчеркивает да все что мы хотели бы скрыть ну опять же таки я еще так позже запрос слышала что для меня это не является проблемой да то есть да у меня есть живот но для меня это не является проблемой поэтому когда вот кстати если вы захотите работать со стилистом то вы обязательно скажите что тип фигуры у меня такой но допустим живот для меня не является проблема чтобы допустим вам не начали советовать все чтобы допустим вы выйдете на исходе с настроением уже не очень и вам покажется что вас обидели и вашу фигуру поругали и в общем все так некрасиво на самом деле все классно все красиво надо просто правильно подобрать и здесь получается вот полупритальный свободный силуэт струящиеся ткани из вообще супер и в платьях и в узках корректирующие нижнее белье тоже очень важно особенно ну а если вы захотите полупритальное платье допустим одеть сейчас очень много на рынке корректирующего классного белья кстати в атоме тоже есть но очень так деликатно знаете корректирует делает очень красивый силуэт но при этом под одеждой вы не чувствуете себя перегруженной но это все вот очень красиво получается на исходе получает так про яблоко да мы вот и вот здесь вы можете увидеть несколько образов для типа фигуры яблока здесь видите допустим вот эти платья на запах тоже очень выгодно подчеркивает вот этот v-образный вырез на платье выгодно подчеркивает объемную грудь и здесь вот за счет того что есть небольшой поясок тоже можно подчеркнуть талию но при этом фигура очень гармонично смотрится что как она сложена вот нижнее платье черненькое тоже можно увидеть тоже очень хорошо корректирует зону животиком и делает силуэт стройным а вот про многослойность это вот посередине образ если вы обратите внимание монохромный образ он состоит из одной цветовой гаммы это всегда очень дорого и статусно выглядит при этом за счет цветовой вертикали тут получается видите один цвет он вытягивает силуэт девушки и делает ее стройнее хотя хотя она не является вот прям такой стройной но смотрится очень красиво гармонично и изысканно наверху вот где клеточки тоже образ видите с гусиной лапкой там если посмотрите поближе потом фактуры разные у ткани но очень гармонично создали образ потому что платье из струящейся ткани пальто уже немножко вот там другая ткань но в целом образ очень классный и здесь фигура яблока и размер excel он вообще был не не причем шикарные просто образы поэтому при любой фигуре мы можем себе создать такие классные образы и чувствовать себя уверенно и красиво каждый день а внизу вот тоже то же самое легкое струящиеся платьюшко и жакет который чуть ниже бедер и он делает женственный красивый силуэт на образ на каждый день тоже для яблочек будет очень хорошо но в принципе здесь такие довольно универсальная одежда если допустим при нужных акцентах можно обыграть и дали для других получается типов фигур я выключу можно вот здесь вот пример тут тип фигуры перевернутый треугольник здесь получается видите сделан акцент на пояс обязательно и перевернутый треугольник здесь получается так вы можете увидеть что балансе баланс вообще в образе между верхней частью и нижней частью он создан через акцентный пиджак и на поясе вот тоже акцент очень классный образ получился брюки палаца со стрелками это вот очень для этой фигуры хорошее решение вы можете потом ближе посмотреть здесь вот пример да он не очень понятный потому что вы знаете модели стрит стайл их очень как не сразу можно понять это очень творческие люди которые сразу выносят все тренды на улицу но это скажем так их работа я думаю что в повседневной жизни такое мы редко встретим но в любом случае здесь нужно читать что значит читать когда мы иногда смотрим допустим хорошее предложение вот интерес если там набрать стрит стайл лукс аутфит вам сразу приложение выдает очень много много образов фотографии с образами стрит стайл и многие из них покажутся не совсем понятными потому что довольно смелые сочетание фактур тканей и вообще одежды и на первый взгляд непонятно но здесь если вы присмотритесь то эти инфлюенсеры в моде они просто выносят нам все тренды будущих сезонов и мы можем подглядеть и увидеть что будет в тренде например здесь допустим белые сапожки и опять же таки акцент на на поясе маленькая белая сумка аксессуары то есть это то что мы можем проглядеть и не обязательно повторять весь образ потому что ну то есть это это такие образы только для стрит стайл и мне кажется здесь эти образы не на не для нас и на каждый день здесь вот песочные часы пример того как сбалансировать даже вот эту вот балахонистую одежду просто акцентировать талию уравновесив при этом вот весь силуэт дальше можно здесь у нас про яблочек опять же таки вот пример очень классный пример пальто красивое и посмотрите как тоже уместно интересно а бы обыграно вот внутри внутри у нас может быть очень классная блузка мягенькая фактурная брючки и все что вам нравится и вот такое вот пальто главное что главное главное мне кажется это уместность опять же таки здесь фотографии знаете в основном я представила опять же стрит стайл я хотела вам рассказать что пинтересте можно будет вам всегда читать какие-то тренды но опять же таки подглядеть да чтобы понимать а соблюдать все тренды это необязательное условие так а здесь вот речь идет о том что в осенних образах тоже прямоугольник как допустим сделать просто акцент на талии можно выровнять силуэт и сделать его более гармоничным если бы у девушки сейчас на талии не было бы ремня то наверное у нее небольшой рост он визуально был бы сразу бросался бы в глаза и пальто казалось бы таким бесформенным и как будто великоватым и хотя оверсайз сейчас моде но это тренд который мне особо так не нравилось потому что мы с оверсайз мы очень теряем кажется свою женственность а здесь про то как можно даже поверх одежды верхней сделать акцент на талии и все-таки сохранить свои женственные формы вот и я хотела бы также рассказать вам вообще девчонки я с удовольствием отвечу вам на если у вас какие-то появились вопросы также как и в своем инстаграме можете писать я всегда рада вам ответить и дать обратную связь формулы базового гардероба вообще если вы хотите создать классный базовый гардероб чтобы он не зависело от времени служит вам как бы прослужил какое-то время долго то он должен состоять из 90 процентов из базовых вещей 10 тренды потому что тренды это очень скажем так такие супермодные горящие вещи которые очень быстро сгорают и очень редко проходят следующий сезон и именно на эти тренды не стоит скажем так тратить очень много денег потому что это нецелесообразно эти деньги если вы думаете хотите инвестировать долгосрочный гардероб который всегда будет уместно статус осмотреться то лучше инвестировать в хорошую базу во время распродаж и скидок можно купить очень классные базовые вещи хорошие фактуры хорошего качества дорогие и по очень интересно хорошей цене зато эти базовые вещи которые вам прослужат долго и они всегда служат скелетом основой любых крутых образов то есть получается 90 процентов базовых вещей и всего лишь 10 процентов трендов которые можно не обязательно покупать супер дорогие то есть из них можно делать очень клевые тандемы и очень современные образы и вот это вот на самом деле самая рабочая формула составление вообще базового гардероба для всех это универсально а также здесь вот тоже такой небольшая рекомендация не рекомендую покупать подделку реплику брендов я понимаю что иногда это очень красиво сделано но это реплика сама реплика она уже будет дешевить ваш образ если лучше купить недорогой бренд масс-маркет то есть если вам понравился допустим тренд да или вещь какая-нибудь но не реплику потому что реплика она дешевит образ и в целом неуместный до считается то есть получается или мы накопим на оригинал или нам нужно обойтись то есть с тем чем мы имеем да то есть по карману так формула сильного образа образ может состоять опять же таки вот говорила я на сто процентов из базовых вещей то есть и образ может состоять на 90 процентов базовые вещи и 10 процентов это тренды вот здесь вот слева образ сто процентов это базовые вещи базовые вещи это у них абсолютно простой понятный крой и в основном они таких спокойных сочетаний ну как вообще база она у всех разная и цвет там может быть разный но я имею ввиду что крой он понятен и простой там нет лишнего декора там нет каких-то даже декора в виде там кармашков там виде каких-то драпировок что-то то есть абсолютно лаконичный простой крой а здесь вот справа вы можете увидеть что базовый костюм просто добавлен к нему трендовый сейчас топ кроп-топ и украшения те которые сейчас в тренде и получился вот такой хороший тоже образ стильный современный и с формулой 90 процентов базы и 10 процентов тренды а также образ может составить сто процентов из трендов но это очень рискованная затея потому что между образом со вкусом и абсолютно безвкусицы разница такая очень небольшая эту границу можно быстренько так знаете перейти поэтому здесь нужно очень хорошая насмотренность интерес кстати вам в помощь там для насмотренности очень много-много разных примеров от инфлюенсеров поэтому сразу все тренды на себя одевать я не рекомендую потому что иногда это даже смотрится неуместно формула 90 процентов базы и 10 процентов трендов всегда будут выигрышны и следующий слайд актуально не актуально давайте разберем и здесь для общего понимания смотрите девчонки если мы допустим говорим вот юбка плесе она в моде в моде это юбка плесе это база то есть она периодически приходит уходит то есть то есть она на пике тренда то она опять в спячку сейчас она в принципе носибельно в каждодневных образах ее нельзя назвать каким-то антитрендом но ее правильно нужно носить мы здесь общий образ смотрим посмотрите вот наверху девушка где с косухой с этой сумкой вы в целом посмотрите образ и уже можно понять что он устарел потому что если мы берем косуху то здесь она акуция она как будто смотрится как мала сейчас уже в современной современной более интерпретации косуха выглядит длиннее свободнее и если вы будете выбирать себе в осеннем сезоне косуху выбирайте ее так чтобы она у вас сделала как будто на размер она вам большая да вам будет наверное это казаться странным но именно так сейчас выглядит посадка именно стильная посадка косухи вот этот вариант это где-то я 2008 может быть девятый год это было ультрамодно вот такие косухи с юбочкой на платформе обувь это этот образ уже устарел обратите внимание здесь на сумку тут много очень элементов она бесформенная такие сумки мы сейчас не носим если у вас есть такие вещи то наверное скорее всего нужно с ними распрощаться иначе новое не придется их место за ними так образы с юбкой плиссе вот внизу где с зеленой галочкой это гармоничный образ стильные современные именно как носим мы сегодня да здесь свитер не обязательно балахонистый тут может быть кардиган единственно нужно помнить правило что сейчас одежда в облипку она скажем так если это не спортивная одежда то она смотрится немножко неуместно поэтому между одеждой и телом должен быть воздух и это сейчас такое про уже как правило то есть даже обратите внимание это уже такое базовое правило и в облипочку конечно лучше носить только спортивную форму остальное помним правило что между одеждой и телом должен быть воздух если вам оверсайз не сильно нравится то здесь просто можно взять чуть меньше кардиган но также очень интересно носить юбочку плиссе но главное не так как в первом образе потому что он уже устарел второй тоже обзор здесь про юбку плиссе в принципе первом образе юбка плиссе она актуальная в горох горох это база просто надо наверное его переиграть а здесь у девушки тоже не актуальная кортка не актуальная сумка не актуальная обувь что в принципе затянуло и утопило эту юбку а если юбка такая есть ее просто можно обыграть и не выбрасывать второй вариант это вот яркий вариант как можно обыграть юбку плиссе то есть если верхнюю юбку мы оставим мы можем подобрать такого же мятного цвета жакет сверху он не должен облегать по талии то есть когда мы застегиваем пуговицу он должен все-таки немножко быть свободным и не смущать наш какие-то движения босоножки здесь окей кеды здесь окей сейчас стили смешиваются и все это смотрится очень классно оригинально поэтому с этим у нас проблем нет единственное опять же таких хочу от себя добавить девочки сейчас у нас кроссовки в обыденной жизни с любой одеждой подходят это уже стало закономерностью но единственные кроссовки которые не подходят с платьями это кроссовки с сеточкой которые с элементами абсолютного спорта то есть давайте их оставлять только для спортивных образов то есть кроссовки вот прям с явным логотипом и в сеточку вот прям те которые для бега то есть мы их в повседневных образах не носим мы их оставляем только для спортивных образов дальше у нас очень популярно и до сих пор и я его обожаю это стиле вот образы в бельевом стиле образы в бельевом стиле это про женственность они такие классные легкие но для того чтобы все-таки в этих образах смотреться уместно нужно знать вот некоторые вот такие лайфхаки у девушки сверху в образе посмотрите у нее бельевой стиль но он немножко вот какой-то прям кричащий где-то уже уходит в сторону вульгарности здесь бельевой топ с арюшами он уже не актуален да он был актуален лет пять назад может быть сейчас он не актуален сейчас бельевые топы без они очень лаконичные не не таких кружев явных не не имеют а если такие есть то мы такие не покупаем вы посмотрите внизу здесь получается вот платье в бельевом стиле и он это платье уравновешено кардиганом то есть получается здесь вот мы его утихомирили дать через кардиган то есть и вот у девушки сверху тоже очень глубокий вырез и как будто там виднеется что-то с чулками связаны то есть это действительно такой знаете образ может быть если для такой какой-то тематической вечеринки но я уже подумала конечно но наверное все таки про уместность нужно всегда помнить если вам нравятся образы в бельевом стиле то они супер актуальные в тренде просто выбирайте лаконичные модели без дополнительного декора в виде кружева которые напоминают нам в общем более такие знаете одежду интимного такого содержания вот здесь у нас вот повседневный образ совершенно актуально модный образ посмотрите он состоит полностью из базовых вещей все эти вещи базовые единственный акцент это носочки вот принт леопарда да там кажется это вот в этом году это прям весной прям был крик принт тренд носочки для носочки сейчас и слоферами носят и в общем разноцветные акцентные носки они уже вошли в ряд базы то есть это тренд который периодически возвращается а тренды которые периодически возвращаются они уходят уже в базу поэтому это всегда освежит ваш образ если вам хочется какого-то задора ваш образ обязательно прикупите себе интересные носочки которые всегда разбавит в хорошую сторону ваш образ посмотрите вот этот образ это полностью трендовый образ абсолютно стопроцентный тренд и я думаю что вот такие вот образы они в основном делаются для красивых фотографий для магазинов одежды да скажем так я не думаю что ну вот может быть и да так и выходят так и одеваются может девушки но я опять же таки это мое личное мнение я немножко за уместность да в образах поэтому здесь очень все красиво все по фигуре но вот допустим вот эту сумочку пельмешек с большим с большой цепью хотела про нее сказать это уже уходящий тренд поэтому если у вас вдруг на скидках потянется рука остановите ее и не покупайте потому что это уже как бы грубо говоря уже все засмотренный заезженный тренд и он скорее всего в следующем году так не повторится то есть если у вас есть такая сумка донашивайте а если вы ее не хотели купить то не покупайте вот эти кстати массивные украшения также какие ремень это все сохраняется это все очень уместно дали для летнего и курортного образа так что вот вот этот вот актуальный образ из базовых вещей здесь тельняшка если вы сейчас инвестируете в хорошую тельняшку обязательно если найдете такую обязательно купите тельняшка это такое универсальная базовая вещь она подходит практически под все вот в данном образе она с киотами шикарно смотрится с балетками с беленькими с джинсами с кроссовками с кедами с одной только тельняшкой можно столько образов составить поэтому если вы увидели в магазине хорошую тельняшку которая на вас очень классно села если ткань хорошая то берите эта база которая прослужит не один год это здесь вот вот просто хороший образ с тельняшкой так и вот здесь вот актуальный образ состоит из трендовых вещей здесь посмотрите платье вот это не базовое платье потому что у него крой интересный да крой необычный он асимметричный и рукава фонарики то есть это абсолютно не базовая вещь на платье супер классное необычно смотрится сумка сумочка это тоже трендовая сумочка и вот эти наши супер сейчас трендовые сандалии которые и в пир и в мир и под любой образ они подходят это просто как летние кроссовки они действительно могут и с платьем классно смотреться и с юбками с джинсами с брючными костюмами с киотами с шортами то есть у этих сандалий настолько универсальные они в носке поэтому если опять же таки вы тоже увидите их на распродаже сейчас скидок очень много и по качеству если хорошие сандалики такие вы увидели обязательно берите их потому что они тоже потихоньку уже уходят не больше не в трендовую а в базовую обувь это уже в разряд как кроссовки вот тоже интересный свежий повседневный образ брюки палаца брюки палаца это тоже база поэтому если опять же таки встречаете хорошие брюки палаца в каком цвете обычно нейтральные цвета это получается база долгосрочная да тоже хорошая инвестиция они в пир и в мир здесь они в последнем образе с этими с кедами конверсы они сейчас тоже стали базовыми да можно эти брюки сочетать вообще с и с пасоножками с туфельками и вообще с любой обуви с теми же вот сандальями с предыдущего слайда вот и здесь вот получается тоже абсолютно стопроцентный базовый образ тут все вещи относятся к базе и здесь немножко сейчас остановимся на наших тольских образах мы же любим ходить на мероприятия у нас корпоративы той мы так хотим мы так стараемся выглядеть безупречно что иногда мы просто перебарщиваем платье вверху у меня вот такое свое было ну я так любила вот это все декор и на самом деле мы настолько сильно пытаемся выглядеть шикарно что перебарщиваем посмотрите здесь девчонки вот эти платьюшки если они продаются и раздаются бесплатно поблагодарили и не берем уходим дальше мы берем платье которое вот на нижнем слайде голубенькая да здесь не обязательно про цвет цвет берите какой вам нравится который вам идет иногда мне задают вопрос ульфир а как понять вот мне нравится этот цвет а он не идет я говорю ну как тебе не идет этот цвет смотрите девчонки если вам по какой-то причине по вашему цветотипу сейчас знаете вот это все ушло в прошлое сейчас нету каких-то прям конкретных рамок что вот там блондинка мне идет там голубой вы просто паре приходите в магазин и благо сейчас можно купить вещи еще дома пример за потом сдать его если вдруг не подойдет девочки все цвета которые вам не идут просто не носите в районе лица вот здесь здесь не носим а допустим если жилет ну там жакет такого цвета который вам кажется что он вам не идет вы просто не носите его улица улица мы подбираем какой-нибудь топ который больше делает контраст с вашим цветотипом а жакет и любая другая верхняя одежда которая вам казалось что не идет носим спокойно вообще не парьтесь по этому поводу то есть если вам прям совсем некомфортно не носим это улица остальное все носим если уж совсем портретной зоне не хотите все любимые цвета носим снизу так дальше вот здесь вот образ то же самое вот эти платья в облипочку они уже не в моде мы такие не носим сейчас платье которые оставляют немного воздуха между телом и одеждой и абсолютно лаконичного простого кроя это тоже базовое платье и если такое купите то вы как минимум пять лет его поносите и всегда будете выглядеть актуально всегда будете современно выглядеть следующий образ про то же самое вот у нас в основном еще есть еще да такие вот платье что у нас еще носит такие платья мы не носим и не покупаем носим те где зеленая вот галочка просто и непросто вот эти вот платья они вот в такой стилистике вроде она такое простое но вот за счет немножко такого декорированного верха в виде завязочки смотрится очень интересно красиво здесь то же самое платье летучая мышь разлетайки они уже не актуальны поэтому такие мы не носим не покупаем не инвестируем в них деньги на покупаем платье лаконичного кроя интересно вот такого вот вроде простого но не простого содержания и что самое интересное эти платья и в мир и в мир то есть вечером вы можете взять нарядный клач босоножки макияж и прическу а днем вы можете спокойно носить с кедами с кроссовками вполне себе очень классно будет и в дневном образе смотреться ну вот здесь тоже про 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 изрядно очень наши вот эти нарядные платья такие мы не носим такие больше не покупаем это хоть и приталенный силуэт но здесь излишний декор в виде рукавов да разлетайк такие мы не носим они уже не актуальны я не знаю может быть они когда-либо вернуться но пока нет потом посмотрите на воротничок воротничок лодочка он уже сразу в любой одежды сейчас будет подчеркивать устаревший образ вместо таких платье выбираем вот такой вот например лаконичное зеленое которое и с лодочками туфлями классно будет смотреться и с открытыми босоножками а в дневных образах очень классно тоже и с сандалиями можно будет его сочетать и с кедами ну и вот следующий слайд тоже здесь повторилась юбка плесе первая девушка в светлом это образ то как мы уже не носим раньше это было ультрамодно сейчас уже это устарело и вот внизу версия как мы сейчас его носим эту юбочку и посмотрите как тут красиво сочетание цветов получается полоска на юбке повторяет цвет футболки и все это очень классно гармонично смотрится дальше и я еще хотела сказать что сейчас все против эйджизма так же как и все начали любить свое тело таким какое оно есть принимать потому что именно когда мы принимаем себя такой какой мы являемся у нас появляется вот этот вот не фальшивый блеск в глазах и мы уже становимся счастливыми красивыми посмотрите на эту женщину ей больше это грейс ей больше пятидесяти лет это фитнес инструктор но она вот потом уже довольно таком зрелом возрасте себя нашла в стиле ее начала фотографировать ее дочь просто на улице и вот ее инстаграм стал супер популярным и она вот как-то вот так переквалифицировалась в инфлюенсера который сейчас очень себя обожает тем более она уже в таком своем самим супер шикарном возрасте но ее стилю подражают молодые инфлюенсеры она вот просто можно сказать законодатель стиля ее образы тоже наблюдаю и они всегда изысканные элегантные и и всегда в тренде всегда актуальны она очень классно сочетает принты цвета здесь вот посмотрите образ опять не актуальный да вот наверху юбка карандаш у многих из нас наверное еще сохранилась именно вот в таком сочетании юбка карандаш наверное уже не спасти тут флористический принт футболка футболка вот кстати это уже считается такая узенькая в облипочку такую не рекомендуется носить все таки футболки должны быть немножко посвободнее кстати супер базовую футболку для себя белую я нашла в атоме она очень классная из супимы она очень классно дышит и подходит под любой образ я прям с удовольствием ношу вот и вот в образе внизу можете увидеть как умело сочетается принт в цветовой гамме и даже при том что верх свободный все равно очень все гармонично красиво смотрится не бойтесь казаться полными потому что на самом деле если силуэт умело держать то всегда будет все классно смотреться образы вот с юбками актуальными не актуальными розовая юбка такая какая она была даже здесь я не знаю может быть и можно спасти этот образ сменив обувь но все же таки убрать вот это украшение но в целом видите как не актуальная обувь и не актуальная сумка может даже вечную тельняшку просто утопить а снизу вот образ с юбкой которая очень сейчас современно стильно смотрится и это вам для насмотренности если вдруг пойдете шопиться чтобы вы понимали какую вещь выбрать будет на долгосрочный срок лучше так дальше вот то же самое про то как мы не носим вот эти наши трикотажные из тоненького бесформенного трикотажа кардиганчики не берем такие же футболки не берем футболки должны быть все таки более плотные все футболки весь трикотаж который скажем так никакой формы не имеет плохо смотрится висит и выглядит как будто достался от бабушки растянутые такие мы не носим они очень сильно дешевят образ вот и юбка тоже вот чуть выше колен и карандаш тоже такие не носим и вот там на второй фотографии тоже грейс шикарно как всегда выглядит очень классная юбка с объемным верхом все 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 прекрасно смотрится то есть не обязательно все в облипочку носить потому что в свободной форме тоже очень хорошо смотрится в образе юбки так красный крестик на девушке к сожалению которая образ которой уже не актуален вот так сумки мы уже не носим форма такой сумки уже не актуальна юбки солнца вот тоже уже не актуальны и блузки вот с таким принтом тоже очень-очень обтягивает поэтому вообще образ весь целом уже не актуален а как носим вы можете вот увидеть в слайдах где с зелеными галочками это все актуальные образы которые еще можно поносить здесь базовые вещи видите базовые вещи они все равно очень долго будут смотреться современно ну и про принты в образах тоже давайте поговорим вообще принты в образах это кстати не все не все любят потому что не все так рискованно могут сочетать их на самом деле принты они делятся на безопасные и доминирующие безопасные принты это вот у нас горошек полоска гусиная лапка это вот у нас безопасные принты а доминирующие принты это вот флористические вот с цветочками вот анималистические принты у нас считаются доминирующими вот эти вот принты и в принципе их можно сочетать если мы будем некоторые правила просто знать вот здесь вот на фотографии посмотрите внимательнее здесь они вот умело сочетают но здесь инфлюенсеры это вот стрит стайл мода получается что у них чем ярче образ тем больше вероятность что все они обратят на себя внимание и соответственно это все про деньги да это их заработок вот но здесь вот мы можем прочитать для себя из образа посмотрите вот допустим брючки палаца у нее в клеточку в клетке сколько у нас там цветов оранжевый присутствует желтый присутствует и черный да и то же самое у нее получается повторяется в жакете то есть грубо говоря в жакете присутствует та же цветовая гамма что и в брюках если внимательно посмотреть именно поэтому Поэтому, несмотря на то, что принты разные, то есть жакет у нее флористика, брюки у нее в клетку, они гармонично смотрятся только потому, что они повторяют цвета друг друга, поэтому эти цвета гармонируют. Здесь во втором образе, это, конечно, очень смелое сочетание, здесь получается безопасный принт и доминирующий, очень умело сочтены, но только получается здесь внутри анималистический принт, и его девушка успокоила классическим, это получается базовый вот этот жакет в клетку, он его успокоил. Плюс расслабляющий низ, джинсы и босоножки. Поэтому я еще очень за эксперименты. Нужно всегда экспериментировать. Через эксперименты вы сможете найти подходящий для вас образ и то, что действительно вам нравится. Не надо бояться экспериментировать, потому что все-таки стиль, это ваша индивидуальность, ваше проявление, это все проявляется в творчестве. Поэтому нужно будет проэкспериментировать, прежде чем вы поймете ДНК вашего стиля и поймете вообще, что вам больше всего нравится. Здесь тоже очень умелое сочетание, довольно такое, знаете, смелое сочетание принтов и зебры, и тут анималистические принты. Но между собой они хорошо сочетаются, змеиный принт и зебра. И у девушки снизу это то же самое. Я рассказывала вам про то, как в одном образе сочетается один цвет. То есть, получается, в брюках есть синий цвет, и вверх у девушки куртка деним и кофта, они в той же цветовой гамме, что и принт, полоска в брюках. И, соответственно, поэтому они вот создают вот этот образ. Еще обратите внимание, что в брюках также есть желтый цвет, и этот желтый цвет она повторила с сумочкой. Поэтому, если мы посмотрим один раз, нам не будет казаться этот образ нелепым, да, потому что просто глазу комфортно воспринимать повторение цвета. То есть, здесь не вырви глаз, если внимательно посмотреть. То есть, вот таким образом, через эту насмотренность мы можем себе потом подбирать по такому же принципу разноцветную, разнопринтованную одежду и не бояться. Только через эксперименты. Ну, здесь вот тоже у девушки сверху, да, брючки, принт один, и на кофточке другой. Но это, опять-таки, повторюсь, это образ инфлюенсеров стрит-стайл, и, скорее всего, это довольно такое, знаете, тоже интересно, но это не рискованный, а такой смелый, да, образ. Не все смогут так. Но здесь вот она сочетает у нее обувь и сумка в одном цвете, она успокоила. И обратите внимание, если бежи же посмотрите, брючки тоже имеют крапинку в желтый цвет. То есть, три повтора в одном образе, и уже для глаза это уже визуально как бы грамотно выстроенные принты. И Виктория Бэхом любимая, очень стильно подобранный образ. Здесь у нее попроще все, чистый образ называется. Здесь, видите, у нее брюки-палаца красного цвета, повторила в цвете еще сумки. А также кофточка, у нее вверх, получается, горизонтальные линии, и там тоже есть красная полоска. И вот эти вот горизонтальные линии, они, кстати, визуально увеличивают грудь. Так что это вот для меня тоже это супер лайфхак. Так, именно в зоне груди, если у вас недостаточно объема, мы берем одежду с горизонтальными линиями, и оно дает визуально объем в той зоне, которую нам нужно скорректировать, увеличить. Здесь тоже очень хорошее сочетание принтов. Обратите внимание, что здесь полоска и какой-то принт у девушки вот сверху. Почему гармонично смотрится для глаза, очень элегантно, уместно? Потому что туфли повторяют вот эту вот синюю гамму, голубоватую, и бордовые элементы в брюках повторяют полоску, полоску геометрическую наверх, то есть на кофте. И все это гармонично смотрится. Поэтому и вот это вот правило, то, что принты, полоски, они все сочетаются. Главное найти баланс, то есть в цветах найти повторение. Если в одном принте у вас есть один цвет, то постарайтесь подобрать, чтобы в другом принте эти цвета тоже были. Тогда они всегда будут гармонично смотреться. Здесь доминирующий принт, смотрите, у Грейс леопардовый принт, он довольно считается таким ярким, но здесь она его успокоила нейтральным низом. Это тоже очень хорошее решение, всегда смотрится уместно, дорого и не вычурно. И вот так что же такое база? Это простой крой, любой цвет, то есть база не обязательно серый, белый, черный. Нет, база это любой цвет, любая фактура, любой принт. И здесь дальше вы уже можете увидеть, что не база, это вот эти всякие элементы декора. Допустим, какой-то сложный крой, это все не база, даже если это однотонная ткань, скажем так, или цвет. То есть база это всегда просто простой, понятный крой. Так, это все не база, это все вещи из стиля авангард, такие непростые, сложный крой, есть определенный какой-то декор. Кстати, у некоторых людей базовый гардерод составляет только вот такие вот вещи в стиле авангард. Поэтому я же говорю, что база, она не для всех одинаковая. Для кого-то база это только спортивные луки, да, скажем так, это вот их база, потому что образ жизни такой. То есть поэтому в любом случае вещи мы всегда берем, исходя из образа жизни. Так, ну тут вот база, это вот простой крой, как я сказала, не база, вот брюки тоже самое, там есть уже какой-то декорированный ремешок. База простая и не база, вот платье уже тоже со сложным кроем, с завязочками спереди. Вот. И хотела бы рассказать вам еще немного о капсуле. Капсула – это такой ваш минималистический гардероб на какой-то определенный случай жизни. Допустим, капсулу можно собирать из 25 вещей, которые друг с другом стопроцентно сочетаются. И, допустим, если вы едете в отпуск, да, допустим, ну, вы можете создать себе капсулу. И тоже, опять же таки, можно из базовых вещей, которые вы просто можете со временем дополнять. И здесь, опять же таки, вам скидываю список базовой гардеробной капсулы. Вы можете подглядеть, как в свою шпаргалку, потом обязательно сделать по ним ревизию своего гардероба. И уже с учетом актуальных, неактуальных, допустим, вопросов морально устарелых вещей, там что-то из этого уйдет с вашего гардероба, придет что-то новое. По крайней мере, у вас уже будет какое-то понимание, да, что включать. И здесь вот это просто дополнительное, да, чтобы визуал был у вас. Здесь просто сечение вот есть, как типы фигур вообще корректируются. Видите, это мы уже с вами обсуждали, вы можете дополнительно это уже посмотреть на слайдах. Эти слайды будут с вами, пожалуйста, сохраняйте. Если будут вопросы, обязательно задавайте. Может быть, мы теперь больше по вопросам, как думаешь, Мика, там дальше у нас получается то же самое. Здесь просто немножко более понятнее, как, допустим, фигура, ее пропорции и как ее корректировать. Вытянуть силуэт, по возможности сформировать талию. Это вот про яблочек. Здесь просто более понятные слайды, можно будет потом не спеша ознакомиться. После того, как вы, кстати, снимете свои замеры фигуры, определитесь со своим типом фигуры. Это уже будут полезные слайды для вас. Ну и здесь очень много подсказок, как корректировать фигуру, как расширяем бедра. Юбки солнца. Ну, юбки солнца сейчас не актуальны. Тут речь идет о фактурных юбках, которые, допустим, на талии. И благодаря своей ткани они, допустим, будут смотреться как в форме трапеции. Опять же таки по актуальности надо будет смотреть. Юбки из плотных тканей обязательно. Баски, ремни и баски. Зрительные акценты на линии бедер, объемные детали на уровне. Яркие аксессуары. То есть это все вот эти вот подсказки, которые вы можете посмотреть для себя. И на основании их уже обязательно посмотрите, пересмотрите свой гардероб. Посмотрите, что из них, что из этого вам можно оставить и что нет. Сужать бедра. Прямые юбки без расширения. Вот, например, вертикальные линии в области бедер. Юбки и платья ниже колен. Колготки, чулки в тон с юбкой. И цветовая вертикаль. Это вот такие небольшие подсказки, как корректировать фигуру. Вот то же самое, что я рассказывала. Расширять плечевую зону. Это вот для груш. Подплечники, фонарики, погоны. Горизонтальные полоски в плечевой зоне. Вырез лодочком. Это то, что будет расширять плечевую зону. Сужаем плечевую зону. Это вот рукава реглан. Вырезы с вертикальными линиями. Платье без рукавов. Нейтральные цвета. Жилеты. Пиджаки и жакеты с рукавами. Colorblock. Смотрите, здесь опять же таки правил много. Но вы берите именно те, с которыми вам самим комфортно. Потому что если сидеть и каждое правило записывать и ограничивать себя, вы будете менее счастливы. Я за то, что носить, что нравится. Ну, конечно, с учетом некоторых корректировок, чтобы просто визуально красиво подчеркнуть свои достоинства. Коррекция низкого роста. Это вот мое все. Я всегда ношу каблуки. На низком ходу обувь, конечно, удобна. Но я ее тоже ношу. Но стараюсь. Каблуки тоже очень сильно люблю. Монохромные образы. Они очень сильно и хорошо вытягивают силуэт. Поэтому для девушек с низким ростом это вот широкие брюки не самое лучшее решение, потому что они укорачивают ноги. В общем, здесь уже надо вот посмотреть. Если у вас, допустим, низкий рост, то акцентная обувь, акцентные брюки – это уже не наша тема, потому что они визуально всегда нас будут еще больше укорачивать. Поэтому здесь вот все прописала. Вы можете дополнительно еще ознакомиться. Коррекция большой груди. Например, надо ставить акценты на другие части тела. Допустим, избегая ту часть, где вы хотели бы скорректировать. Носите в верхней части струящуюся ткань, которая не будет сильно обтягивать эту зону и подчеркивать. Об этом мы уже говорили с вами. Просто здесь дополнительные вам подсказки. Вот. Спасибо. Понятно, да? Здесь вот надо прям посидеть, поизучать. Да-да-да. Здесь очень много информации, хорошие такие подсказочки, поэтому прям надо посидеть и поизучать. Просто это все понимание после того, как вы сегодня в итоге сделаете замеры своей фигуры. и таки, да, эти слайды будут тогда, кстати. Да, тут много комментариев. Если у вас есть... Совсем интересно, да, актуальная тема. Ну, вообще, тема довольно обширная. Это, честно говоря, там, за один час это все не покажешь, не покажешь. Ну, кто хочет, вам было полезно, хоть что-то. Да, было очень полезно. Спасибо вам, кто... Если есть вопросы, я опять что-то повторюсь. Вы всегда можете написать мне в Инстаграме. Я с удовольствием с вами поделюсь своими знаниями, расскажу, что знаю, подскажу. Мне девочки пишут иногда про какое платье выбрать в магазине. Я с удовольствием помогаю. Так что, если у вас будут возникать вопросы, в том числе после этого эфира, обязательно обращайтесь. В мой Инстаграм вы знаете, я буду рада помочь, ответить вам на вопросы, которые у вас остались. Инстаграм Вольфира очень простой. Вольфира.сирикова. Пишите. Я его немножко забросила, потому что у меня 8-м обстоятельств. Да, ну вот у Эфира можно много чему научиться. И да, вот как у Эфира говорит, обращайтесь в Директ. Да, обязательно. Ты помогаешь, работаешь ли ты шопером, персональный шопер? Да, работаю. Супер. То есть можно к тебе и за такими услугами, если кто-то... Вообще, я очень оценила на себе, насколько легко, и супруг тоже. Мы сходили с шопером, она нам объяснила, ну как бы подобрала вещи, вместо того, чтобы тратить время и деньги на вещи, которые тебе не подходят. Ну много, если это экономит время, это экономит деньги. Я вот рекомендую на Суфире прям пойти и набрать себе базовый гардероб, капсулу. Я вам как-нибудь расскажу про то, как прежде чем пойти на любой шопинг, лучше разобрать свой гардероб. Иногда, когда разбираешь гардероб, там столько вещей, которые можно спасти. Просто докупать кто-нибудь к ним и снова освежаешь свои образы. Так что некоторые думают, что ой, шопинг, наверное, мне потребовать миллион тенге. Вообще не про миллион тенге. Можно собрать образы. Вот мы, девочки, собрали на 70 тысяч тенге, там было образов 20, наверное, из одного магазина и за два часа. Поэтому это не так все страшно. Потом всегда должен быть запрос. Все, потому что не знают, что сказать. Это вам на будущее, девчонки. Если даже захотите поработать с кем-то, там, стилист, шоппер, там, не знаю. Вы всегда должны понимать, для чего вам то или иное покупать, какой у вас образ жизни. Допустим, зачем вам с пайетками, если вы мама, как я, допустим, в декрете, мне, я никуда практически не выхожу, и мои повседневные образы, это удобные образы, которые мне удобны с детьми. И вот поэтому это очень важно, понимать правильно, адекватно оценить свой образ жизни, и исходя из того, поделить на, получается, вот процент, да, 80-70% я нахожусь дома, там, с детьми, а вот детская площадка, но даже на детской площадке я хочу выглядеть уверенно, красиво, чтобы уместно, да. И, допустим, 10% я хожу с девчонками на кофе, 20% я прихожу в офис Атоми, где я тоже провожу презентации, где мне тоже нужно выглядеть как-то уместно. И все равно наш имидж, он говорит о нас многое. И то, как мы выглядим, это то, как мы подали свою визитную карточку. Как нам человек в дальнейшем, как мы располагаем, хотят ли с нами работать. То есть наш статус, это все передает одежда. Поэтому, как бы мы не хотели отрицать, но наш стиль, как мы выглядим, это все равно влияет на качество наших коммуникаций. Это уже мы не можем отрицать. В любом случае нужно везде уместно выглядеть. Поэтому, исходя из этого, тоже нужно смотреть, да, допустим, я иду шопиться, я опять возьму все брючные костюмы на свете и все шорты и футболки. Или, допустим, я уже буду понимать, что в офисе я столько времени пробываю, и уже исходя из этого процентного соотношения, правильно подобрать образы. Именно такие образы, которые не будут у вас тяжелым грузом из года в год валяться в шкафу и шум в пространстве создавать. Это могут быть 30 вещей, которые друг с другом шикарно сочетаются и которые вы носите, а не те вещи, о которых вы даже забываете, что они у вас есть. Это вот так не надо. Поэтому... Классные комментарии. Я прям задумалась над своим гардеробом, пишет Светлана, нужно сделать чистку. Да, да. Я поняла, что у меня очень много устареешь. Так что это очень классно. И вообще, когда у тебя не так шумно в гардеробе, у тебя как-то в голове чище. И вообще, когда мы от хлама избавляемся, на место этого хлама приходит очень много новой энергии, чистой энергии. И расхламление делать это обязательно. Тем более, есть очень много людей, которые нуждаются в этих подарках от нас. То есть это не так, что мы отдали. В чистом, красивом виде, выглаженном, мы можем просто вдохнуть вторую жизнь. И эти вещи могут прослужить еще другим людям. А мы пойдем дальше. Ну да, я вот против вот этого вот. Сейчас магазинов столько вещей. В Заре, представляете, каждые две недели обновляется коллекция. Это столько вещей. И это такое потребительское отношение к планете. Ну, я вообще против всего такого. Поэтому я люблю лаконичное. Пусть это будут действительно 30 вещей, которые ты носишь и которые классно смотрятся. и которые ты, ну, точно, ты не забываешь, что у тебя такие вещи есть. Бывает, что с этикеткой, как висела футболка, ты забыл. Это, конечно, уже расточительно. То есть такая вот осознанность относительно пришла недавно. Но я теперь вот хочу немножко, вот сейчас же есть понятие лагом, когда у тебя минималистичные отношения вообще. Это, кстати, это очень хорошо вот в плане, это, наверное, как о духовности какой-то, о осознанности. В общем, хочется беречь природу, планету, что-то детям передать. Полностью согласна. Вот смотри, шоппинг начинается с разбора гардероб, да? Если вот люди с другого города, ты в Алматы находишься, да? Ну, это же можно онлайн делать. Да, можно онлайн. Перебираем образы, фотографируем. Я рекомендую оставить то, что можно спасти, что к нему подобрать, и всё. И, ну, как это обычно выглядит? Делается разбор гардероба, что не нужно, что не подходит, что старое, что в катышках, что растянутое. Вот почему не рекомендуется, кстати, покупать супердорогую брендовую одежду? Потому что одежда, какая бы она брендовая, дорогая ни была, она как бы износится, она застирывается, она всё равно, это одежда. Она покрывается катышками, где-то там застирывается и прочее. То есть инвестиция именно в брендовую одежду, это не особо выгодная инвестиция. Инвестиция, вы можете инвестировать какую-то базовую там сумку, если вы любите бренды, да? Или в аксессуары, там, ремни хорошие взять. Или какие-то базовые лоферы, да? Те, которые вы можете поносить лет пять. Но не в одежду. Одежду можно брать из хорошего сегмента масс-маркета, ту, что вы, в принципе, поносите, и через некоторое время не можете отдать или утилизировать, да? Но вам будет очень жалко платье Прада, да, какое-нибудь за пять тысяч долларов, и вы же не можете. Ну, то есть это не совсем разумно. Даже вот сами стилисты, у которых я обучалась, они предлагают формулу стиля, именно такую, что одежда у вас базовая, пусть будет из масс-маркета, аксессуары пусть будут из люкс-сегмента. И не носим реплики. Ну и, соответственно, когда делается разбор кардероба, сначала задается вопрос. Первый вопрос. Какой запрос, да? То есть я что? Я хочу там с работы, я выхожу на работу. Или там все, образ жизни, да, образ жизни, бюджет, это что немаловажно. Потому что, то есть, допустим, человек хочет поработать со стилистом, да, но у него ограниченный бюджет. Это не обязательно, что он не может поработать со стилистом. Он может и при бюджете 50 тысяч поработать со стилистом. Потому что, по крайней мере, стилист ему может дать направление, подсказать по его фигуре и по образу жизни. И человек не сделает ни обдуманных, ни нужных покупок. И не придет. Допустим, вот я заходила с девочкой на шоппинг. Мы уже, у нас был разговор прешоппинг. То есть мы уже определили. Я задала вопрос, и мы определились, ну, чтобы не тратить время. А потом мы пошли уже конкретные эти вещи уже находить, искать и покупать. Мы уже вышли, она говорит, слушай, я не знала, я бы растерялась. Я вот захожу, говорит, я не знаю, что купить. А тут, говорит, мы сразу с тобой подобрали, все. И при этом она уложилась в 70 тысяч синге, вот, да, и была очень рада этому, что у нее не так много денег. Согласиться, да, не так много денег уходит. На самом деле, да, это один раз сходишь вот так со стилистом, и потом уже на всю жизнь ты знаешь, что тебе брать. А еще для мужчин это огромный лайфхак, потому что мужчина не любит шоппинг. А вот так стилист один нас подскажет. Мужчина, это вообще кайф, потому что, ну, им тяжело, что дается шоппинг. Мы это как-то делаем с удовольствием, а им это для них тяжело, тяжелая работа. Глаза тоже разбегаются. Да, да, да. Поэтому вообще работать со стилистом, это, ну, как бы все равно это какой-то вклад в себя, чтобы было какое-то базовое представление, да. Ну, вы же не на всю жизнь привязаны к стилисту, да, это там какие-то там звезды, да, они постоянно, у него просто времени нет. Можно просто один раз качественно пойти и просто понимать, какие вещи тебе подходят и в следующий раз что тебе брать, и все. И вот такие... Как насчет делового классического стиля? Деловой классический стиль, он всегда есть, он всегда, ну, в смысле, офисный. Единственное, там вот эти вещи тоже, я потом вам как-нибудь сториз выложу, это тоже актуально, неактуально. То есть, смотрите, в офисном стиле по деловому можно тоже очень интересно смотреться, а можно смотреться просто как обычный офисный планк. В офисном стиле, опять же таки, мы исходим от типа фигуры, от вашего цветотипа, и вообще какие у вас есть ограничения или требования к переходу, да. То есть, ну, запрос такой же идет, и, соответственно, мы это обсуждаем. И единственное, я могу от себя порекомендовать, рекомендовать, что не надо покупать вещи в ткутстве, вот прям в облипку. То есть, бывает, что когда девочки в банках сидят, у них блузочки, прям вот прям лопаются пуговки. Это означает, что вещь подобрана неправильно по размеру. То есть, не всегда, девчонки, если вы приходите в магазин, если вы всегда привыкли носить размер S, то надо всегда его покупать, потому что крой у каждой партии может быть разный, даже в той же Заре разный. Поэтому надо примерять. Иногда на меня садится в таком легком оверсайзе очень хорошо садится размер L. Представляете? Ну, то есть, ты знаешь, это нужно вот просто идти и мерить, потому что элементарно тот же XS может висеть, и ты просто понимаешь, что эта одежда не по твоей фигуре шита в этот раз. И то есть, это очень важно. Поэтому офисный стиль, он тоже может быть очень классным, современным, красивым, но в то же время уместным. Это нужно вот прям... Я, кстати, если будете следить за Инстаграмом, давайте я на следующей неделе сделаю подборку стильных образов для офиса. Да, очень актуально, да. Перед сентябрём. Айжан, кстати, пишет, у меня муж часто покупает одинаковые вещи, только расцветки другие. Чтобы облегчить себе жизнь. Только это вот... Или, ну, это да. А хочет ли он что-то поменять? Иногда, знаете, это как... Вот мой супруг, да, я начала на нём хорошо экспериментировать, покупала ему вещи, все образы такие классные. И у нас были такие комплименты, что его сестрёнки говорили, «Джинге, круто вы мой брат, вообще расцвёл». Вы его так стильно одеваете. Что вы думаете, девчонки? Он сказал, что во всём этом он себя чувствует абсолютно некомфортно, чувствует себя не собой. И я просто от него отстала, честно. Поэтому, может быть, для вашего мужа разные цвета, но для него привычные одежды – это он, это его какое-то внутреннее. То есть здесь даже, знаете, работа со стилитом у мужчины тоже должно быть собственное желание. То есть это сделать, сказать, что я хочу поменять, пойдём-ка мы с тобой поработаем, пусть меня кто-нибудь оденет, посмотрю, как можно одеваться со стороны на себя. А так, это мы как будто повели своего пацанёнка пятилетнего. А ну, одевай, что мама сказала, да? Ну, как бы, чтобы такого не было. Ну, вот я говорю на примере моего супруга. Он сказал, что давай, ты свои идеи не на мне, пожалуйста. Владимир, мой супруг, он очень оценил, потому что ему нужно по работе выглядеть хорошо, как лидер. И поэтому он пересмотрел свой гардероб. Ему, конечно, тоже некоторые вещи вообще не подошли. И там, например, эти брюки-карандаши, которые повыше, ну, не до обуви, а чуть выше, да, до голени. Он такой и купил там несколько пар, но не носил. Хотя ему стилист сказал, что это сейчас в тренде. Вот, кстати, ещё вот этот вопрос. Когда вот с девочками хожу на шоппинг, я обязательно на кассе, не на кассе, вот когда мы делаем образы, потом мы фотографируем эти образы, и получается, что, чтобы не было, когда вот в пакетиках приносишь домой, а потом ты забываешь, как с чем носить, чтобы такого не было, а после каждого образа делается фотография, чтобы ты потом не думала, что тебе носить. Ты открываешь свой лукбук, грубо говоря, и ты видишь, что с чем надеть, и быстро вот выходишь. И это, кстати, немножко оскорбляющий факт для стилиста, когда потом клиент ничего из того, что подобрал, не носит. Потому что во время шоппинга он там подумал, что, ой, как-то неудобно, раз уж пришли, ну, ладно, возьму. Ладно, там, она же лучше знает. А душа не легла, понимаешь? То есть всё равно, хоть что тебе стилист там сказал, что это тренд, супертренд, Джонни Депп так носит, Брэд Питт так носит. Нет. Если душа твоя не лежит, всё-таки не надо покупать. Потому что иначе это, опять же, будет захламление, шум ненужный в гардеробе, который будет отягощать и будет, опять же, напоминать, что что-то с тобой не так. С тобой стилист поработал, а ты не носишь, понимаешь? Не надо. То есть надо будет, как бы, стилист – это больше как немножко психолог и коуч по твоему имиджу. То есть там нужно абсолютно чувствовать человека. И клиенты действительно вот зажимаются, им неудобно отказать, сказать, что ладно, я возьму, возьму там. А надо так, что ты будешь это носить? Тогда не берём. Когда человек должен носить три пакета вещей, купленных за миллион тенге, нет, это прямо оскорбительно, если их не носить. Лучше так не надо. Это очень ценно. Это да, новые образы, это понятно, но если это даже говорю же, тренд, не обязательно соблюдать этот тренд, не обязательно, абсолютно. Тренд, он должен тебе вписаться в ДНК твоего стиля. То есть ты должен одеться сказать, мне этот пакет так нравится, а что, это ещё и модно? Ну, вот что-то из этой серии. То есть одежда, в первую очередь, должна идти тебе. Зеркало тебе не соврёт, и окружающие тоже не соврёт. Это очень как-то странно смотрится, когда человек просто там воплотится во все тренды мира, да, и думает, что он такой супермодный, а смотрится просто как уместно, не совсем красиво, и абсолютно перечёркивает всю свою индивидуальность. И он транслирует себя, не он, он другой, он факт, но это не он. А одежда, в первую очередь, должна транслировать нас самих. То есть мы себя должны абсолютно в своей тарелке комфортно чувствовать. Тогда это правильно подобранная одежда. Там какой-то вопрос ещё, сейчас я быстренько гляну. Как, девчонки, я тут, сори. Так, как правильно подавать размер одежды через онлайн-платформы, да? Да, это нужно, во-первых, я рекомендую вам подбирать одежду через онлайн-платформы, которые доставляют до пунктов, где вы можете примерить, потому что, опять же таки, да, онлайн-шоппинг, он такой классный, он изобильный, там очень много всего, что не представлено, не представлено в оффлайнах, и даже некоторые магазины у нас даже не представлены, только через пробы и ошибки, потому что, и очень внимательно читайте описание товара, чтобы, допустим, бывали случаи, когда заказали, думали, что там это на вид, как хлопок, а там был абсолютный полиэстер на 200%, ну и человек такой не носит, и был очень разочарован, хотя, если мелкие шрифты под одеждой читать, там все-все-все написано, это стопроцентный полиэстер, там о хлопке речи нет, то есть, как бы здесь уже наша своя невнимательность, онлайн-шоппинг, он прекрасен, но нужно знать нюансы, обязательно читайте мелкий шрифт, описание товара, обязательно читайте состав, обязательно они делают там size chart, где прям в сантиметрах они дают вот эти вот объемы, то есть там уже вам нужно с сантиметром все измерить и уже подобрать размер, а так это онлайн-шоппинг, это круто вообще, это очень большая экономия времени, и действительно, можно всегда на онлайнах хорошие скидки и всегда оригинальную какую-нибудь одежду найти. Ну всегда... Да, будет сохраниться ли эфир? Да, эфир будет, здесь Наталья Шин пишет, что надо еще отзывы читать под товарами. Да, да, надо еще отзывы читать, это верно вы сказали, да. И, наверное, делать тоже отзывы нужно, если у вас есть время, для других пользователей, чтобы они не купили, да, кота в мешке. Онлайн-шоппинг, он действительно так суперэкономит время, просто тебе не нужно вот эти вот бесконечные торговые центры мира пройти, но для некоторых тактильно вот именно пойти, примерить, пощупать и купить, это важнее, то есть это выбор человека, то есть некоторые девчонки просто любят атмосферу торговых центров, магазинов, и они прям истинное удовольствие от этого получают. Некоторые просто очень экономят свое время, выделяют себе часик, там два, да, на шопинг, стерфят по всем онлайнам, покупают все, что надо. И вот Ламода хорошая тоже, да, площадка, в принципе, можно с примеркой, если не подошло, то можно вернуть. Я вот что-то, Asos есть такой онлайн тоже магазин, я там дважды заказывала, и даже XS размер, он был настолько велик, я подумала, что я пока с этим буду. И обувь, я была 35-й размер, и куртка XS, я в ней плавала, и даже он, это не было похоже на обувь стайз, она мне была прямо реально большая, и поэтому я подумала, что, наверное, сейчас не мое время онлайн-шоппингов, и немножко с ними как бы этот, перестала. Во время пандемии, Алма Гуль пишет, что сейчас это выход. Дупер выход, да-да-да, особенно если с примеркой, нет, сейчас у нас все с примеркой, и лояльно стало и по законодательству к потребителю, что возврат можно сделать как раз в течение месяца, это вообще круто, вау, ура, то есть, если ты сегодня не в настроении, переоделся и не очень, ты можешь еще через недельку одеться, посмотреть. Так, Наталья Шинби, что любит онлайн-шоппинг, кто бы сомневался, что мастер Шаронской Розы, и говорит, что к вам придет. О, классно. Ой, к тебе, к тебе, Садя, можно ты? Да. Спасибо, Зульфира, тебе большое. Кстати, я, можно такой вопрос задам, не по стилю, я в восторге, сегодня прям прислушиваюсь, вслушиваюсь твой тембр голоса, ты где-то обучалась именно ораторскому искусству? Нет, Мика, я это природой дону. Очень красивый голос, тебе больше выступать нужно, прям заслышиваешься, да, как музыка. Было очень полезно. Все слайды, да, но не все слайды, слайдов очень много, я скину то, что вот там, где есть инструкция, да, по типам фигуры, скину в нашу группу. Девчонки, можем сделать так, я могу все эти слайды, Мика, как будет удобно, могу просто все это выгрузить в сторис, вы там, и я сохраню в вечных, актуальных, это информация, когда не уйдет, вы можете посещать, когда вам нужно, скринить, собирать себе, я с Д8 делюсь, и feel free задавать вопросы, я всегда вам подскажу, помогу, смогу. Подписывайтесь на сферу, давайте, да, быть в тренде, одеваться стильно, не покупать лишнее. Покупать лишнее, это важно, кстати, теплая энергетика, я обязательно загружу сторис, давайте завтра, и обязательно в течение времени загружу про офисный стиль, как обещала, да, будет очень полезно для всех, ну что ж, всем до свидания, мы завершаем, до свидания.